Здравствуйте, дорогие друзья! Мы, конечно, понимаем, что несмотря на выходной день, но прекрасную погоду, которую нам сегодня подарил прекрасный Серёжа, будут опоздавшие, будут, проходят, рассаживаются, не переживайте, но, тем не менее, концерт у нас большой, и планов на ближайшие три часа у нас действительно много, поэтому мы начинаем без большой задержки. Барт Радио Среда, объединение. Ты куда? Иди отсюда пока. Ишь, какой шустрый! Кто его звал-то ещё? Вот так мы и живём. Вот, собственно, Барт Радио Среда — это, с одной стороны, это Барт Радио, Барт Календарь, Клуб Музыкальная Среда и Барт СТВ, на котором всегда записываются все наши концерты. Вот один единственный QR-код, на который можно нажать и всё себе сразу, все ссылочки сохранить. Это раз. Во-вторых, конечно, Барт Радио Среда — это три человека. Ну, я придумала, но делать-то я одна не могу. У нас есть Вадим Елисеев и Сергей Нотик. Вот мы втроём делаем Барт Радио Среду. Да, за что всем вам спасибо, что вы к нам приходите. А Барт Радио Среда придумала проект «Поют барды Питера». И вот под этой прекрасной шапкой мы проводим множество различных концертов, как сборных, так и сольных. В перерыве мы раздадим вам раздаточку. Это специально, чтобы важные не пропустили. Дадим раздаточку. У нас, конечно же, будут впереди ещё концерты. Здесь мы встречаемся 16 мая. У нас будет концерт к столетию Булата Куджавы. Питер поёт песни Булата Куджавы. Приходите. Вот маленькая рекламная пауза закончена. А на самом деле, друзья, скажите, пожалуйста, а кто-нибудь не знает Сергея Нотика? Есть такие? Поднимите руки. О, это мне уже нравится. Вот это отлично. Я люблю такие шутки. Прекрасно. Значит, в принципе, вы примерно понимаете, кто это, несмотря на то, что здесь есть друзья с работой, есть родственники, есть друзья по песенному творчеству и вообще из разных сфер жизни. И это здорово, что все мы здесь сегодня собрались, чтобы отпраздновать вместе отличный юбилей Сергея Нотика. Встречаем, выгоняем меня со сцены. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ох, много. Сейчас, секунду. Я волнуюсь, Теннис. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень приятно, что сегодня собрались представители, так сказать, моих двух разных жизней. Первая жизнь, да, это работа. И меня, конечно, там больше знают как специалиста по допечатной обработке, по технологиям и так далее. И вторая моя жизнь, которой я, честно говоря, занимаюсь лет на 10 больше, потому что впервые на сцену спеть песню я вышел во втором классе. Вот. С гитарой. И гитара у меня была, в принципе, нормальных размеров, поэтому пальцев у меня хватало только на три нижние струны. Поэтому я на ней как на балалайте, но тем не менее я вполне так исполнил песню, которую хотел. Я занимаюсь этим на 10 лет больше, чем полиграфией. И сегодня, ну вот мы тут вместе собрались, но сегодня, конечно, вечер будет посвящен больше вот этой вот части моей жизни, потому что я не думаю, что кому-то лекция о допечатной подготовке, она, конечно, тоже, я думаю, что было бы интересно, но не всем. Вот. Поэтому сегодня вечер будет посвящен, конечно, песням в первую очередь. И, ну, жизнь, 55 лет, жизнь летит, конечно, очень быстро. Ну, сами посудите, вот еще буквально там позавчера была весна на дворе, а сегодня, да. А лето вообще пролетело совершенно незаметно. Вот. И эти годы летят действительно очень быстро, и порой не хватает даже времени остановиться, как-то задуматься о чем-то. Да. Сергей Нетитин. Да нет, тут все есть. Ну, сейчас еще добавлю. Максимум. О, вроде пошло. До станции Шарапова охота Бесконечный перегон Ни о чем не думать, ни охота От того лишь, что движение, как работа И у каждого движения свой закон Проносится платформа столбовая Та дорога столбовая не нова Я гляжу в окно и напеваю Только вспомню я и сразу забываю Забываю и мотив тут, и слова А везет какой-то парень по вагону На тележке двухколесный патефон Он везет его, конечно, для фасона Заводит тут патефон, уж нет резону Да и что тут заводиться не резон Патефон, ах, да военная машина Ах, стальная рукоятка, посмотри Ты, пожалуйста, машина, расскажи нам Как же быть, коль не заводится пружина Та пружина, что находится внутри Только вспомню я и сразу забываю Забываю и мотив тут, и слова Я гляжу в окно и напеваю Вот проносится платформа столбовая Та дорога столбовая не нова От того лишь, что движение, как работа И у каждого движение свой закон Ни о чем, ни думать, ни охота До станции Шарапова охота Бесконечный, бесконечный переход До станции Шарапова Правда, даже руки трясутся немножко Ну, я так скажу, что Я, наверное, неплохой исполнитель По крайней мере, сейчас Ну, как-то так получается Но вот следующая песня Она, наверное, стала для меня Какой-то переломной В этом отношении Потому что я работал над ней очень долго Больше года Она все не получалась, не получалась А потом А потом получилось Это Петр Кошелев На стихи Тимура Киберова Пахнет дело мое Керосином Керосинкой Сторонкой родной Пахнет шипром, как бритый мужчина И как женщина Красной Москвой Той На крыше чтестиисточкой Мылом, банным мылом Да банным листом Общепицкой подливой Гарниром Пахнет в полочной Там за углом Чуешь, чуешь, чем пахнет Я чую, чую, господи Нос не зажму Беломором Сучаном Вилюем Домом отдыха Синим Крымом Пахнет выворкой Стиркою Синькой И на ВДНХ Шашлыком И глотком Пертусина И свинкой И трофейным Австрийским Ковром Свежеглаженным Галстуком Алым Звонким Штандером На пустыре И вокзалом И актовым Залом И сиреньем У нас На дворе Чуешь, чуешь Чем пахнет Еще бы Мне ли мне Снова нос Воротить Политурой Промасленной Робой Русским духом Ядрить Голотить Вкусным Дымом Пистонов Корбидом Горем Луковым И огурцом Бигудями Бупетчицы Лиды Русским Духом И страхом Мхот За скорбь Злой Подмышкой Мундира И гостиницей Веж Короле И солярою И комбежиром В феврале На холодной Заре И Антоновкой Ближе К Калуге И Мостокской Степи Аношой Чуешь Падла Чем пахнет И в югой Воркутинской Бургой Пахнет Боже Сосновой Смолою Ближним Боем Дораной Гнилой Колбасой Колбасой Колбасою Колбасой Все равно Колбасой Неподумытым Обчаковским Плодом И бензином Попутки Пахнет Родиной Чуешь Лев Чудом Чудом Лананом Лестью Влагой Хлоркой При стационном Сортире Хлоей При новогоднем Метро Постным Маслом В соседской Квартире Как живут Они там Ветером Как ругаются Страшно Дерутся Чуешь Русью Дымком Портвижком Ветеранами Трех Революций Еще Леденцом Петушком Пахнет Танцами В клубе Колхозном Ох Напрасно Зашли мы сюда Клейкой Клятвой Листвы Туберозной Пахнет Горячей И никогда Навсегда Канеполь И пухом Шубой Шубертом Но задолбал Пиром Духа Под сапиром Духа Как Некраса В ПП Написал Черным кофе Двойным Цеделе Брешь ты все Ну какао В капе И урлой И сырою Шинелью В полночь На гарнизонной Губе Хлорпикрином Залманом Зарином Гуталином На тяжкой Терзе И сырою Землей И глиной И судьбой И пирожным Безет Чуешь Чуешь Чем пахнет Конечно Чую Нюхаю Псиной Сном Сном Мертвецким Похмельным Кромешным Мутноватым Грудным Молоком Пахнет Жареным Пахнет Горелым Аллергеном Греха Не таим Пахнет Дело Мое Пахнет Тело Пахнут Слезы Родная Твои Пахнет Огрегает Мал Чур Мал 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 år Глу Мал Гл! Г Черны Всем Гл! АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Визбор. АПЛОДИСМЕНТЫ И я не знаю, есть ли во Франции или в Англии люди, которые помнят оригинал этой песни, но среди Бардовского, например, когда там спросят, а ты Манеж Визбора поешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующий автор. Я его, ну практически не пел. Не, пел, конечно, но не... Есть песни, которые подразделяются те, что поешь со сцены и те, что поешь там «У костра в кругу друзей», потому что те же со сцены, они должны быть всё-таки как-то вот... немного по-другому сделаны, поданы. И поэтому песни этого автора, те, которые пели все, я пел тоже всегда. «Зеленый поезд», «Пора в дорогу», «Старина». А если я хотел что-нибудь послушать, каких-нибудь изысков, то я приглашал в гости Лёву Ефита, который знал практически всего Владимира Ландсберга, и мог его петь. Вот его можно было включить, и там несколько часов он мог петь совершенно спокойно, и получал удовольствие и прочее. Лёва ушел, мы пели вдвоем, и поэтому после этого мне пришлось петь Ландсберга уже самому. Следующая песня. Наверное, у каждого есть человек, которому такую песню, подобную песню можно было бы не посвятить это спеть, я бы сказал. В Ландсберге есть песни, которые не просто песни, а письма, адресованные конкретному человеку. Ну, люди по-разному переписываются. Сейчас он на e-mail, когда-то на это. А вот Ландсберг, он в качестве писем иногда писал песни. Вот, и это как раз такая песня, письмо. И у меня есть человек, которому я эту песню пою, которого я представляю, как пою. И вот река есть, такая же, какая описана в этой песне. И для меня это Волга, на берегу которой я вырос, и по которой в юности мы ходили на ялах. Вот, синева. Мы условимся, трупов не будет. Отпустим хорона гулять, пусть напьется, пусть дарит по бабам, пусть сходит тяночерт возьми. И пристроимся сами на вёслах, и время покатится вспять, и немного побудем детьми. Мы с тобою когда-то построили дом, кто живёт в нём теперь. Мы в труди стучались в дома, говорят, там полно малышей, было дело ни дня без письма. Ах, как теперь удаётся терпеть, кто ж мы нынче, и как там они, что давно мы не виделись старче, плевать. Каждый шаг, каждый вздох твой мне слышен за тысячу-тысячи локтей. Ты молчи, ты тихонько гриби, ты под солнцем тогдашним потей, может, снова на нас не зайдёт синева. И глаза наши после дождя в этот мир голубой-голубой, в этот лёгкий пока ещё груз. Что там думать? Вберегись и тяни, и тяни под гитару про осень, про дождь, про любовь, про любовь. Вот любовь, остальное в тени. Эта тень наплывёт чуть попозже, И мир всё темнее и темнее, а щетинница зуба оскалив, такой неживой, неживой. И тогда-то, не дай тебе Бог, хоть на миг в этом царстве теней разлучился своей синевой, Что давно мы не виделись старче плевать. Каждый шаг, каждый вздох твой мне слышен за тысячу тысяч локтей. Ты молчи, ты тихонько гриби, ты под солнцем тогдашним потей, Может, снова на нас не зайдёт синева. И раздуются пусть животы Годовых, не вмещая колец, Мы, грехтя, примастившись на банках, Белёжку затем опять Испихнём мипологию с ногом. Оставим себе пенгулец, Может, что-то покатится в связь. Ну, спасибо, чтобы не загружать вас совсем такими серьёзными песнями. Юра Панюштин, Замечательный тольятинский автор, Самарский тольятинский, Ушёл от нас несколько лет назад, Ну, по-дурацки тоже. Я не скажу, что мы были друзьями, Но, в общем, всегда, Когда мы там где-нибудь пересекались, Там на Грушинском, например, фестивале, Я иду туда, он идёт туда, Он меня, значит, цоп, значит, Запуговицу и резает, Замолнивает, значит, Слушай, анекдоты начинал. И у меня очень многие анекдоты До сих пор в голове, Вот, Юриными голосами. Ну, например, такой там, Метро, Мужчина стоит, Пьяный так на ногах покачивается, Девушка, ну, Ну, повезите меня, Пожалуйста, Мужчина, вы пьяны, Я вас не пущу. Говорит, ну, что стоит? Мужчина, вы пьяны, Я вас не пущу. Ну, что, ну, Вот, посмотрите, У меня жутончик даже есть. Тут какой-то, значит, Мужик мимо проходит, Ну, допустите вы его, Что вы. И это такой, О, мужик, Слушай, а ты там был? Тут говорит, да. Слушай, а там правда эти вот Поезда под землёй ходят? Говорит, ну, да, правда. И эти, Лестницы туда-сюда. Он говорит, да. И мрамором всё одел. Он говорит, да, А вы что, Первый раз в Москве? Я, коренной москвич. И что, в метро ни разу не были? Так не пускают же. И, хотя у Юры было очень много И серьёзных, и хороших, И отличных песен, Но в том числе у него были песни. Ну, вот, очень такой трагический романс. Я рос так, как мне полагалось В семействе своём Борчуковым, А рядом она распускалась Скромнейшим, поверьте, цветком. За домами высшего света Я был поволочься непрочь, Но, Но видим, как странно При этом Марусю, Кухаркину дочь, Росло на вожденье тревожи, И вот, как в романе, Точь-точь, Мне как-то шепнуло Серёжа. Маруся Кухаркина дочь, Но жизнь нас по разным причинам Поставила с разных сторон, Когда их октябрь не принял Моих офицерских погон. Нас белые контры крестили От малого И до старика, И долго мы воду мутили, Пока не попали в чека. И вот, на покраклятой Лубянке Я как на вожденье Прочь гоню, Но в подёрг этой кожанке. О, Боже, Маруся, Кухаркина дочь Мария, Что всё это значит? А впрочем, о чём разговор? Есть шанс у меня не иначе, Ведь я вас люблю до сих пор. И я вас, Серёжа, любила, Вот всё, чем могу вам помочь. И в лоб девять грамм Мне влепила с ногами Маруська, Кухаркина дочь. Но, 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 но. Но пуля скользнула по коже, Я лоб свой потрогал рукой И двинулся размаху. Ладонью морусьте такой дорогой Потом на пару рыдали Эта безумная жизнь Потом обнялись и стояли Стояли вот так обнявшись Концерт сегодняшний построен так Немножко пою я Вот это немножко даже скоро закончится Потом попоют гости немножко Потом мы попоем вместе с Ириной Алексеевной Вот потом будет антракт И потом все это дело повторится во второй раз Но песни уже будут другие И гости тоже В 98 году я переехал в Питер Из Тольятти Как раз когда я ехал в поезде Случился дефолт То есть все договоренности о работе Которые тогда были Они канули в лету Я безработный Безо всего Я ходил по этому городу Смотрел на него И говорил себе Я отсюда никуда не уеду Я тут останусь Я все Питер стал Большой частью моей жизни Я хочу сейчас спеть песню Которую написали два совершенно не питерца Один это москвич Валентин Саламатов А второй Как это подмосквич наверное Потому что живет он в Подмосковье Это Сережа Белокопытов Но для меня эта песня Одна из самых таких Одна из самых трогательных И как это таких жгущих Признаний и любви этому городу Закрывает глаза Город белых ночей В небо выбросив руки Разъятых мостов Я сбегаю к тебе Я сегодня Ручей Я впадаю В него В этот черный простор В мою душу В сборок Петропавловский шпиль Что теперь мне осен Что теперь мне Тибет Ты Прими меня Питер И дай мне дожди Я зализывать ранен Приехал к тебе Я нашел в себе силы Уйти от погонь Этим небом свинцовым Бинтую себя Отзывается пушка Команде огонь В отсыревшие трубы Горнистые степят Просыпается город Я ухожу Незаметною тенью Волной на небе Я живу Получу Я иду по ножу Если скажут Что я Оступился Не верь Расцарапали тучи Твои плютира В небе синь Проступила Вот-вот Рассветет Я сто раз уходил Я сто раз умирал Я вернусь К тебе Питер Поэт и бритер Я вернусь Даже мертвым Я встану на зов Я ища дьевоин Я приемы жари Я сад на поднимусь Из болтистих низов Будет куда тебе Ты меня позови Я сад на поднимусь Я сад на поднимусь Из болтистих низов Будет худо тебе Ты меня позови Ты меня позови А сейчас я буду Приглашать сюда Тех людей Ну Как Все Кого бы я хотел Пригласить Всех я конечно Не смог бы У нас бы Никакого времени Не хватило бы Вот Поэтому здесь Только очень немногие Но с которыми Как-то моя жизнь Связана И поэтому Первой на эту сцену Я приглашаю Да Анастасию Евграфову Которая Так уж получилось Что много лет Мы с ней вместе Трудимся Над совершенно Разными проектами И вот Есть такое А еще Мы поем одну песню Уже пять лет Половина из вас Ее не знает И он сказал Что ты будешь Ее сегодня Здесь петь Эта песня Получилась так Что моя визитная карточка Я ее пела В 12 лет Потом На 30 С лишним Она ушла И вернулась Благодаря Барт-радио Кстати Потому что я услышала Ее на Барт-радио Я искала Где, как Вот что И Мы ее поем Это песня Игоря Мальского Сейчас я перестроюсь После предыдущей секунды В парусиновых брюках Широких Залатанных Длинных Мы бродили в развалку Чуть на бок была Голова Мы придумали город Таким, как на старых картинках И условились так Что открыты не все острова Мы придумали море Таким, как на старых картинках И условились так Что открыты не все острова Мы придумали город Там сушатся старые сети И вокзал, и причал Одинаково рыбы пропах Мы придумали город В котором суровые дети И развешанные компасы Вместо часов на столбах Мы придумали совесть Такую, что дай бог любому Если кто-то неправ То попробуй-ка спрятать глаза Если крик за окном Ты попробуй не выйти из дома Если в шторм тонет кто-то Попробуй гасить паруса Если крик за окном Ты попробуй не выйти из дома Если в шторм тонет кто-то Попробуй гасить паруса А потом, как положено Возраст такой наступает Вырастаем из улочек детства Из доброй земли Стрелка полюс меняет И город придуманный тает И пора уходить И пора нам сжигать корабли Только я обманул Я прическу сменил и походку Ну а пару снежок Чтоб пахуча была и крепка Золотою янтарной Смолой просмолил свой лод И отправил на ней По морям своего двойника Если что-то не так Если в сердце тревожное вьюга Если сплетни окутали Через моря и года Приплывает ко мне Капитан в брусиновых брюках Ничего говорит Не печалься Пройдет не беда Не беда Потому что Есть город и лодка на свете К ней приклеились крабы Ракушки Морская трава Не беда Потому что Есть город Где сушатся сети Не беда Потому что Открыты не все Острова Лодка эта приходит Не в солнечный день А в ненастье Только знаю Что если глазам Не застелит туман Если я промолчу Отвернусь от чужого несчастья Город мой Мое имя И лодку Сожжет Капитан Если я промолчу Отвернусь От чужого несчастья Город мой Мое имя И лодку Сожжет Капитан В брусиновых Брюках Широких Залатанных Длинных Мы бродили в развалку Чуть на бок Была Голова Мы придумали Море Таким, как На старых картинках И условились так Что открыты Не все Острова Спасибо большое И с юбилеем тебя Отличным Да, спасибо Лёва, гитару отключите Я не вижу Теперь я могу Немножко Теперь я могу Немножко Выдохнуть И я хочу Пригласить На эту сцену Максима Кореневского Здравствуйте Очень рад Стоять на этой сцене Чтобы поздравить Серёжу Я долго Размышлял Над тем Чтобы для него Спеть И Долго не мог Выбрать И решил Как-то так Пойти от печки От того момента Когда мы познакомились Это было В общем Как ни странно Уже достаточно давно В конце 15-го года Когда я впервые Пришёл В парус Ещё в Восточную Африку На гитару по кругу Зашёл И увидел Там Такого большого человека С окладистой бородой Не как сейчас Вот В каком-то таком Как мне сейчас помнится Грубом Свитере То есть Ну вот Ещё бы ему С гитарой Ещё бы ему Рюкзак за спину И палатку И был бы Ходячий стереотип Такого сурового туриста Который полжизни Проводит в походах Вот Но по мере того Как мы Ближе друг к другу Узнавали Я понял Что несмотря На вот эту суровую внешность Серёжа Человек исключительно Добрый Очень дружелюбный Недаром У него столько друзей А ещё Мне кажется Что За вот этим Суровым Брутальным фасадом Прячется человек С Очень такой Тонко чувствующей Иронимой душой И мне кажется Это Тот Тощий Долговязый Подросток Каким был Серёжа Лет сорок Назад И которого Мы можем Видеть На его Юношеских Фотках И вот эта мысль Мне подсказала Песенку Которую Я сейчас Спою Написал И Вадим Прости меня Дружок За пьяное Перо На эту Болтовню Пожалуйста Не седуй Но знай Что до сих пор Заплёванный Еро На тоненьких Ногах Шатается По свету И мы встречаясь С ним На ленточках Дорог Не ведаем Придя С пьеро Почти что рядом Что просто Он подрос Напялил С ветерок И стёр С лица Сурьму Белила И Помаду Но сбросив Мишуру Фигляра И шута В нём Горчится Душа Орущая Пылая И полночью Когда С улыбкой На устах Людские души Спят Душа Пьеро Пылает И на её огне Он стряпает Стихи И дремлет На плече У розоватой Зорьки Рука Его Легка Глаза Его Сухи Остроки На бумаге Солоны И горькие На утро Позовёт И сумку Как суму Забросив На плечо Он скатится С порога И всё же Я Представь Завидую Ему И всё же Я Поверь Иду Его Дорогой Прости Меня Дружок За пьяное Перо На эту Болтовню Пожалуйста Неси эту Но знай Что до сих пор Заплёванный Перо На тоненьких Ногах Шатается По свету Ну а теперь Собственно Поздравление Поскольку я Ни разу Не композитор То Музыку я Позаимствовал Знаменитого Нашего Композитора Советского Михаила Плесковского И вы Её Прекрасно Все Знаете Поэтому я рассчитываю Что вы мне будете помогать Тем более Что в каждом Куплетике Последние две строчки Будут повторяться Вновь пришла весна И снежок Сошёл Птичей По дворам Хохот Ночью Не до сна Вроде Хорошо Но потом Вставать С утра Плохо Ночью Не до сна Вместе Вроде Хорошо Но потом Вставать С утра Плохо Ты в кругу Друзей Стол Накрыт Большой Выпивка Еда Вкусно Новый Юбилей Это Хорошо Только что Бегут Года Грустно Новый Юбилей Это Хорошо Только что Бегут Года Грустно Незачем Грустить Это Не беда Много Впереди Весен Надо Лишь Хранить В целости Всегда То что Мы В своей Груди Носим Надо Лишь Хранить В целости Всегда Все что Мы В своей Груди Носим Нежность И любовь К близким И друзьям Страсть К любимому Делу Верить Вновь И вновь Сказкам И мечтам И шагать Навстречу Им Смело Верить Вновь И вновь Сказкам И мечтам И шагать Навстречу Им Смело И пускай Порой Так Сурова Жизнь Не Сдержать Никак Слезы Рядом Мы С тобой Ты За нас Держись И Уйдут За горизонт Грозы Рядом Мы С тобой Ты За нас Держись И Уйдут За горизонт Грозы Миру Улыбнись Освети Его И Дари Себя Людям Мы Здесь Собрались В общем Для того Чтоб Сказать Как Мы Тебя Любим Мы Здесь Собрались Просто Для того Чтоб Сказать Как Мы Тебя Любим Днем Рождения Вот Ну я Так Могу Сказать Что В этом Зале Ну Помимо Гостей Друзей Сидит В том Числе И Мой Начальник Но я Даже Скажу Что Их Тут Сидят Два То есть Вот Один Который По Основной Работе Но Еще Есть Другой Который Имеет Хобби Регулярно Писать Разные Мюзиклы Вот Бардовские А потом А потом Их же Режиссирует И вот В эти Периоды Да Я ощущаю Себя Игорь Кармановский Так что Да Это мой Другой Начальник Я поздравляю Так Тебе тарпу Дать Да Да А Шипитр Есть Есть Все И Начальником Меня Честно говоря Никто не называл Еще Хотя Тем более Такие люди Мощные Так Шнурочек У меня Есть Спасибо Как-то Все первое отделение Добрый вечер Всем во-первых Да Сейчас Как-то Все первое отделение Такое Немножко Серьезное Загруженное Получается Даже Поздравление Такое У Максима Очень Такое Серьезное Я немножко Разгружу Эту тему Перефразирую Одного персонажа Надо сказать Что мы выступаем Здесь Сегодня Не просто так Сегодня мы выступаем По поводу Не по поводу Этот День рождения Нашего Дорогого Друга Сережи Сейчас я тебе скажу Несколько слов Которые ты просил Вот Юбилей Да Дорогой Сережа Не только от себя лично Но и от Всего нашего Творческого объединения Примус Хочу поздравить С юбилеем Юбилей Этот Вроде как Такой Не очень Круглый Не очень Полный Но тем не менее Вполне себе Отмечаемый И Даже Наверное Это повод Подвести Какие-то Итоги Обычно В этот день Юбилеем При таком Юбилеем Говорят Про всякие Две пятерки Банальности Такие Мол Заслужил Мол Круглый Отличных Ну Я-то считаю Что Наверное Надо Юбилеем Меньше Слушать Всяких Словословий А Самому Адекватно Оценивать Прожитое И сделанное А я тебе Хочу пожелать Не Не удовлетворяться Сделанным А Не Станавливаться На достигнутом Не сидеть на месте А двигаться Дальше Вперед К намеченной цели Добиваться результата В жизни И в творчестве Ну И Хочется пожелать тебе Делать Как можно Можете Жизни Больше Хорошего Светлого Доброго И Хочу тебе пожелать Успеха на этом пути И Новых песен Новых проектов Новых задумок И Также Чтобы Удачного Полета Созданным тобой Барт-радио А Что касается Двух пятерок Скажу только одно Что Две пятерки Это все равно Лучше Чем Три шестерки Всяко уж А Тем более Чем Три семерки Вот Ну Хотя Я не знаю Может быть Ты такие напитки Тоже любишь Вот В любом случае Мы сегодня Выпьем за твое здоровье И пожелаем тебе Этого здоровья Как можно больше Вот А Хочется еще пожелать Тебе дожить Как минимум До двух девяток Это уж как минимум Ты постарайся Вот Ну и Соответственно Пожелаем тебе Счастья Удачи Удачи Хорошего Весеннего настроения Несмотря на Внезапно Испортившуюся погоду Вот Очень жаль Что ты Последнее время Не принимаешь Участие В наших Примусских спектаклях Как-то ты Манкируешь Вот Я считаю Что сцена От этого Много потеряет Так что Хочется пожелать Чтобы Если кто не знает То Сережа у нас Переиграл кучу ролей Он был там И псом-бобиком И сереньким козликом И бормалеем И Самым Да Вот Самым И очаровательным Неотразимым Шефом гангстеров И вот Особенно Свинкой Свинкой Да Из Ну погоди Вы помните Да Этот типаж Вот Кстати В наше время Ведь Вполне возможно Что такого уже играть Ты больше не сыграешь Время-то такое Да Ну в общем Я Тебе хочу пожелать Вот Может мы еще сыграем Поэтому Не зарывай талант Пожалуйста в землю А то такой талант пропадает Это обидно Вот Ну и в этом поздравлении Которое я сейчас хочу спеть Оно уже сегодня Наверное где-то звучало И будет еще звучать Вот Там говорят Что слова плохо слышны Когда мы хором поем Вот я сейчас Спою так Что все будет слышно Театральная тема Там тоже Соответственно Раскрыта Музыка Исаака Дунаевского Ну вы наверное узнаете Как много праздников Хороших Но это всех других милей Ты нынче празднуешь Сережа Тут особый юбилей Что без нулей В честь юбиляра Песня горя нет Ведь нынче ты подарков Ждешь Пусть жизнь твоя Счастливей станет И надеемся Сереж Что ты споешь Нотик Как только ты откроешь ротик Нотик Мы все сомлеем В тот же час Нотик Пусть не мешает Петь в животик Спасибо, Нотик Когда поешь ты Это класс Когда ты авторская песня Тебе вдруг стала так мила Всех прочих стало интересней И навеки увлекла И в плен взяла Прими же наши поздравления Ведь пусть масть тебе и дальше прет И пусть под мудрым управлением Чит-барт радио вперед Из года в год Из года в год Нотик Ведь песни вардов Как наркотик Нотик В хорошем смысле Так сказать Нотик Не нужно в стилях Нам экзотик С чудесным жанром Нам повезло Судьбу связать Пока спектаклем мы играли В итоге ты актером стал Все восхищенно замирали Если в сценах ты блистал И неспроста Играл ты роли При аншлаге Всем любодорого глядеть Немало надобно отваги Чтоб три лифчика надеть Плясать и петь Нотик Таких волнующих эротик Нотик На сцене больше не найти Нотик Пускай же твой не тонет ботик А так же плотик Плыви вперед Плыви вперед и нам усвети И нотик Кончай мурлыкать словно котик Нотик Пусть голос твой звучит сильней Нотик Он лечит как антибиотик Пусть счастлив Пусть счастлив Нотик Пусть счастлив За твой мы выпьем И упьем И нотик Кончай мурлыкать словно котик Нотик Пусть голос твой звучит сильней Нотик 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 Он лечит как антибиотик Пусть счастлив Нотик Пусть счастлив За твой мы выпьем юбилей С юбилеем дорогой! Пусть счастлив Пусть счастлив Пусть счастлив Можно, да? Отлично Господи, мой дорогой Гитару главное не раздавить Гитару отдам Не раздавить Готовите ты самую А, ну да Тебе на ней ещё Пахать и пахать Мне на ней ещё пахать и пахать Вот Спасибо громадное Не вс... Игорь Кармановский АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, текст оставил, я потом изучу Хорошо, на работе повесим Вот, значит, не все, кого я приглашал, к сожалению, смогли прийти И вот я очень хотел, чтобы вот у меня на дне рождения выступил дуэт небо Но дуэт небо сегодня присутствует, да, в единичном экземпляре соло, так сказать Лучшая половина Ольга Зеленская АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я обычно... ну, смотри Ага Ладно Хорошо То есть, если так, то он освещается... Ага, тут все ходы записаны, да Добрый день всем Отлично, ой, да Я же вообще всё, как вообще, не с этого, не с этой планетой вообще Значит, хотела я рассказать, нотик тебе вот что Ты, на самом деле, не знаешь этой истории Значит, когда-то давно, очень много лет назад я услышала песню Тани Васильевой «Сентябрь» Заболела этой песней и вообще страшно И стала искать на просторах какую-то запись Думаю, может быть, кто-то её там уже спел, что-то как-то сделал И единственная запись была Серёжина Я так думаю, мы не знакомы были, думаю Крутой мэн Думаю, так здорово спела И я там, в общем, частично у тебя оттуда слезнула Вот, и даже в конкурс с ней успела сходить Ещё это было, не знаю, лет 15 назад Вот И, честно говоря, вот со временем как-то Как-то на каких бы концертах я ни была, на сборниках, не на сборниках Кроме тебя и меня эту песню как-то я больше нигде не слышала, если честно Вот, и подумала, что уж если писать Так это же, собственно, знакомство с тобой Так что, писать-то надо, конечно, на неё Вот Песня Единственная у автора Между прочим Ты про Таню? Про Таню или Горбатую? Про Горбатую или про Таню? Про Таню В общем, сентябрь Ну, в смысле, апрель уже И снова апрель И поздравим мы нотиком Позволим прекрасные Долгие речи И каждый из нас Что-то доброе скажет За то, что приятны нам с нотиком встречи И Ирка всегда Будет рядом, конечно И творчество их Переплюнет любого Работа над песней У них безупречно И птица с енотом Звучать будут вечно На ярком экране Ночные эфиры И кружится музыка Свежей свободы Давайте все вместе Ему пожелаем Чтоб силы хватило И нервов в придачу Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла А времени толком Ему не хватает Работы, семья И поездки на дачу А нотик прекрасный Борт радио тянет И парус в придачу И парус в придачу Во имя того Что останется память И будут афиши Острее и резче Во имя того Чтобы вместе мы были У нотика красок На все это хватит На ярком экране Ночные эфиры И кружится музыка Свежей свободы Давайте все вместе Ему пожелаем Удачи, здоровья Большие доходы Во имя апрельского Влажного неба И редких приездов В пустые аллеи И пока Ищу след Не потерян Под снегом До нового года До нового лета Ла 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 л Реша, не уходи. У меня еще одно поздравление из Пскова, если позволите. Я зачитаю, потому что еще одна история. Когда мы были на Изборской крепости, идет Ирка Петровская, ведет мальчика. Ну как мальчика? Вы у меня все мальчики. Идет и объясняет ему, говорит, вы знаете, Олег, я, говорит, по части, если вам надо что-то с песней сделать, а если вам надо что-то с голосом сделать, то это, говорит, Коля. И привела меня за ручку, его за ручку, значит, ко мне, и вот, значит, Олег из Пскова, он у меня теперь занимается. Вот, и он, на самом деле, тогда же в Изборске, он услышал тебя и сказал мне, говорит, вот это настоящая бардовская песня. Вот это, говорит, то самое, говорит, вот ради чего, говорит, имеет смысл ездить на фестиваль. И вот, да, и вот он написал тебе такое поздравление. Эх, закрутила нынче жизнь водовороты. Есть е-мобили, е-аптеки, е-тофон, А есть в том е-образии е-ноты. Те ноты, о которых знает только он. Пусть, говорит, я не поэт, я исполнитель, Но мне успела одна птичка нашептать. На самом деле он е-нот-хранитель. Из них он музыку стремится создавать. И эта музыка, скажу я вам, прекрасна. В ней скромность, радость и, конечно, доброта. Послушайте ее, и станет ясно, Что вы не слышали такого никогда. А где послушать, спросите вы строго. И эту строгость вашу я легко пойму. Отвечу так, что нет пути иного, А кроме ссылки, что сейчас скажу. www.bardefisradio.ru А также подписывайтесь на наш канал в YouTube, Вконтакте и в Одноклассниках. Псков Олег. Спасибо. А, я тебя оставлю. Да, спасибо. Поизучай, да. Да, спасибо громадное. Спасибо, Ольга. Ольга Зеленская, прошу еще раз поаплодировать. Ну, а сейчас я хочу пригласить на эту сцену Ту самую Ирку Петровскую, О которой вот упоминалась только что. Так сказать, Ирина Петровская. Здравствуйте, дорогие друзья. А где мой текст? Мой, мой, мой. Где мой, мой, где текст? Вот. Где? А, спасибо большое. Пусть будет. Да. Это страховки. Спасибо. Так. Тебе шнурок? Я разберусь. Спасибо. Дорогой мой Сережа. Да погодите вы. Ты знаешь, вот я тебя давно достаточно знаю. Я хочу четко совершенно вот при свидетелях сказать, что ты один из лучших исполнителей на данный момент авторской песни. И я безумно рада, что за тобой талантливым где-то там стою я. Мой орликин, чуть-чуть мудрец, так мало говорит. Мой орликин, чуть-чуть хитрец, хотя простак на вид. Ах, орликину моему, успех и слава ни к чему. Одна любовь ему нужна, и я его жена. Он разрешит любой вопрос, хотя на вид простак. На самом деле он не прост, мой орликин чудак. Увы, он сложный человек, но главная беда, Что слишком часто смотрит вверх в последние года. А в облаках летят, летят, летят во все концы. А в небесах свистят, свистят безумные птенцы. И белый свет, железный свист я вижу из окна. Ах, боже мой, как много птиц, а жизнь всего одна. Мой орликин, чуть-чуть мудрец, хотя простак на вид. Нам скоро всем придет конец, вот так он говорит. Мой орликин, хитрец, простак, привык к любым вещам. Он что-то ищет в небесах и плачет по ночам. Я колумбина, я жена, я ежу вслед за ним. Свеча в фургоне за жена, нам хорошо одним. В вечернем небе высоко птенцы. И я смотрю на что-то в этом оттого, чего я не люблю. Проходят дни, проходят дни, меж городов и сел. Нарякают новые огни и музыка, и ссор. И в этих селах-городках я коврик выношу. И муж мой ходит на руках, а я опять пляшу. Сожми виски, сожми виски, сотри огонь с лица, да. Что-то в этом от тоски, в которой нет конца. Мы в этом мире на столе совсем чуть-чуть берем. Мы едем, едем по земле, покуда не умрем. Мы едем, едем. С днём рождения. Это была песня Веры Евушкиной на стихи Иосифа Бродского. Не знаю, так вот получается, что как-то... Ещё одна песня была про Орлетина и Коломбину, она ещё прозвучит. И вот это вот как-то они очень близко лежат мне. Сейчас, пока Эрин перестраивает детарку, я спою песню, которую практически никогда ещё не пел. Песни же, они вот как, когда берёшь песню и начинаешь это, это как костюм. Надеваешь на себя там, и вот тут он тянет, вот тут он слегка жмёт, вот тут топорчится. И потихоньку его там подлатываешь, подлатываешь, тут добавил, тут убавил. И, наконец, она вот уже на тебе сидит как влитая. И вот она уже твоя. Но сам процесс, вот это вот подлатывание, он тоже интересен. И вот сейчас песня, которая ещё в процессе, ещё не совсем доделанная. Ну, она такая апрельская, и она такая... Владимир Ландсберг тоже. Одичавшая к апрелю кромка галечного пляжа После штурма представляет несомненный интерес Для мечтающих случайно, забредающих и даже Совершенно исключающих наличие чудес Если б мог я обернуться юным техником пытливым Я попав на этот берег, позабыл бы дома родной И неспешно ковырялся от прилива до прилива В судовой аппаратуре мне неспосланной волной Или стал бы я по ложу молодым натуралистом Час проползав на коленях, нахватал бы до полна Всякой нечисти чешуйчатой, пупырчатой и слизкой Всякой мелочи пузатой, что подарит мне волна Но являясь непричастным к чуду перевоплощения Натянуть штаны попроще, вот и все, что я могу Так что это не имеет ни малейшего значения Мне бы заветную бутылку отыскать на берегу Поздно за полночь на кухне оценю свою удачу Из-под тины и ракушек, из-под слоя сургуча Извлеку я и по капле понадежней перепрячу То, что губит безлукавого и лечит без врача А когда уже под утро в завершение ритуала Стеклотару над стаканом напоследок я встряхну Тут выпадет записка Что вчера ты мне послала Выбрав средство для доставки Набежавшую волну Говорится в той записке Что за завтра хлеба хватит Что должна стоять кастрюля час на медленном огне Что неплохо было б чадо В школу вовремя справа ведь Что не все еще угасли Чувства нежные ко мне Вот и все И только берег спит до будущего шторма Мегатонны всякой дряни Разметав во все края Прогматизма содержание Романтическая форма Где-то там, на дальнем плане Две фигурки Ты да я Аплодисменты Давай проверим Сейчас Сегодня спектакль я иду по застывшим аллеям Прекрасно московал на пороге двадцатого века И радостно мне, и досадно Я так сожалею Что здесь, в этом городе Нет одного человека Вы так далеко Вы так далеко Возле моря Вы снова мне снились Я вам напишу это вечером после премьеры Аншлаг, слава богу У входа студенты столпились Извозчики, дамы в мехах Господа офицеры Ищу ваше имя Украдкой на яркой афише Прожу будто тени По вишневому вашему саду Губами одними молю Пусть никто не услышит Любите меня Мне это надо Вы так далеко Там, где снег на деревьях ложится Я здесь, как полярный медведь По сугробам скучаю А море высунуется Море ревнует Из-за лица Я вам напишу это после вечернего чая Дом полон гостей Устаю без конца разговоры Работаю мало и скверно Открываю досады И выше на сердце Как выше на южные степи Любите меня Мне это надо Овальная тень фонаря Улеглась на страницу Замялась закладка К чуму из портьера Светает Так холодно Кутаюсь в старое пончо Не спится Метет и метет И опять ваши письма читаю А вы далеко Может быть у ворот Фудзиямы На тропах Египта А может под небом Шанхая И вас окружают такие прекрасные дамы А я в этом клетчатом понче сижу и читаю А вы далеко А вы далеко-далеко Между нами планеты Каннели, метро, этажи, миражи, анфилады Я жду вас сегодня И завтра И будущим летом Любите меня Мне это надо 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 Я не могла не воспользоваться таким моментом и поздравить от земли Архангельской, Поморской, Сергея и Ирину, от нашего дуэта Александра Рагушина горячий пламенный привет и Светлана с ним покрылась. Пожалуйста, наши теплые тюльпаны. Спасибо большое. Это прекрасно. Спасибо, Громат. Спасибо большое. Вот это была песня Зои Ященко. Это по переписке Антона Павловича Чехова и Ольги Книпер. Вот предыдущая песня была. А следующая это Евгений Клячкин. Павловича Чехова и Ольга Книпер Павловича Чехова и Ольга Книпер. Павловича Чехова и Ольга Книпер. Но лучше ли, скажите, быть вдвоем? Мы с глупыми, естественно, скучаем. От умных, извините, устаем. Как новая на старую минута, Так новый спор похож на старый спор. И как-то так выходит почему-то, что нет и дня свободного от ссор Одно лицо мучительно белеет, другое все синее и синее Но что ж тут удивляться? Тот, кто злее, тот, конечно, и сильней И сонное тупое равнодушие висешь привычно, словно бык-ярмо И как повериться, что бывает лучше, когда итог известен все равно Потом без удивления замечаем, что это спуск, а вовсе не подъем Мы с умными теперь уже скучаем От глупых, как ни странно, отстаем И все проблемы бледные, как тени Любить и помнить, верить и жалеть Не требует ни слов, ни обсуждений А сводится к проблеме Уцелеть! Очень много у нас Ландзберга сегодня Еще одна песня Ландзберга И после этого у нас будет небольшой перерыв Для меня она такая Когда приходишь с работы Никакущий вообще вот такой вот Усталый на кухне, значит, садишься на табуретку И так спиной к стене И все вокруг так Разменено счастье на деньги Загружена в трюм колбаса лазерна И вновь я к облупленной стенке Швартуюсь дугу описал Волна к табуретку качая Прошедшая, кажется, сном Наносится чайка над чаем Над пивом и красным вином Теперь и расслабиться можно Граница всему на замке И высшие функции мозга Бурлят на плите в казанке А ты, моя муза и фея Фемида, планита моя Уходишь в объятья морфея В процессе почины дебилия А неуправляемым телом Буравя вселенскую мглу Я бомж с ноутбуком Но в целом В моем ты прописан углу Ты верь, я вернусь отовсюду Естественно, не навсегда Навсегда Пока еще бьется посуда И в кране бывает вода Я вернусь отовсюду Конечно же, не навсегда Я вернусь отовсюду 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 Антракт. Небольшой совсем. У нас еще большие планы.